Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать про супер полезную, как оказалось, вещь для дома. О существовании которой я даже не догадывался, а также не догадывались многие мои знакомые. Также многие не догадывались, что все изготавливаемое с помощью этой штуки на самом деле требует очень мало действия от нас, что не может не радовать. Пока происходит процесс распаковки, многие уже, думаю, поняли, что это. Если я, конечно, не написал это в названии ролика. А если кто-то подумал, что я распаковываю самогонный аппарат, вы оказались частично правы в том, что процесс нагревания в этом устройстве тоже присутствует. Но продукт на выходе получается скорее как дополнение, а если быть точнее, то как закуска. К вашему вниманию предлагаю посмотреть видео про этот полезный прибор, называемый Автоклав. Его предназначение – это консервация различных продуктов термообработкой. Например, в нем можно делать тушенку и рыбные консервы, себестоимость которых примерно в два раза меньше, чем вы будете покупать готовые в магазине. Давайте вместе попробуем изготовить в нем что-то, и вы увидите, что изготовить банку тушенки не сложнее, чем сварить яйцо. Но обо всем по порядку. Во время распаковки вы видели металлический блин, на котором написано «Вятич». Это название Автоклава. Он электрический на 2 кВт. Выполнен из пищевой нержавеющей стали. Объем Автоклава – 22 литра. В нем можно одновременно законсервировать 16 пол-литровых банок. Произведем первый запуск. В инструкции указано, что надо его прокипятить с лимонной кислотой. Спорить не будем, сделаем, как нам сказали. Заодно проверим, как он работает, нигде ли не пропускает и работают ли все приборы. Смысл такой, что Автоклав нагревается до температуры выше 100 градусов. Обычно 115-120 градусов. И работает определенное время. Для разных продуктов – разное время. За это время бактерии, которые могут испортить продукт, погибают. И продукт не портится очень долгое время, даже при комнатной температуре. Также во время работы в Автоклаве создается давление около 1 атмосферы. Для нештатных ситуаций имеется защитный клапан, который сработает при 1,3 атмосферы. Так что прибор в целом безопасен, но не стоит его оставлять без присмотра. Первую партию тушенки я просто попробовал сделать, даже не снимая на камеру. Думал, не получится, да и хотелось быстрее испытать. Но когда мы всей семьей заценили, что получилось, то однозначно решил продолжать. Тушенка получилась абсолютно такая же, как мы привыкли. Но только мы видели, что туда кладем и как готовим. Да и цена за банку получилась чуть ли не в два раза дешевле, чем если бы мы купили готовую. Вот смотрите, как просто все делается. Берем чистые банки и кладем туда по лавровому листу. Режем мясо на куски произвольных размеров. Далее нарезаем лук, солим и перчим. Все по инструкции из книжки с рецептами, которая идет в комплекте. Придумывать ничего не нужно. Все это хорошо перемешиваем и добавляем в банки. Далее сказано, что нужно подержать крышки в кипятке. Так и делаем. Хотя пока не знаю зачем, ведь так и так они будут находиться в температуре 120 градусов в автоклаве. Хорошенько закручиваем. Теперь наливаем 5 литров воды. Ставим дно и на него ставим банки. Закрываем крышку и закручиваем шпильки попарно, как нарисовано в подсказке. Далее надо будет включить автоклав, выставив терморегулятор на 120 градусов. И по достижении этой температуры отсчитываем 75 минут для свиной тушенки и выключаем. Тут я позволил себе усовершенствовать этот процесс и попросил знаменитую колонку, которая управляет умной розеткой, проконтролировать этот процесс отключения через 75 минут. Алиса, выключи автоклав через 75 минут. Окей, запомнила. Сделаю сегодня в 16 часов 35 минут. Необходимо только дождаться 120 градусов на автоклаве и можно командовать. Но сейчас я примерно знаю, что до заданной температуры автоклав греется примерно 25-30 минут. Поэтому командую, приплюсовывая это время. После отключения ждем, когда он остынет и достаем готовый продукт. Естественно, работающий автоклав не оставляем без присмотра. Умная розетка держит 16 ампер, а автоклав потребляет 8. Тут тоже все нормально. Также попробовал изготовить рыбные консервы. Получилось тоже отлично. Взяли только банки поменьше, 250 граммовые. В общем, не думал, что это все так просто. И оказывается, много чего в нем можно законсервировать. И супы, и фрукты, мясные, рыбные и другие блюда. Приготовил так борща, законсервировал и открыл, когда лень готовить. Друзья, напишите в комментариях под видео, знали ли вы о таком приборе. Так как 70% моих знакомых не знали. Интересно узнать статистику среди моих зрителей. А на этом на сегодня все. Если видео понравилось, то ставьте лайки. И не забывайте подписаться на канал. А также подписывайтесь на канал в Telegram, чтобы не потеряться. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.